Восточный фронт Т-34, пушками ЗИС-3 и отрядом пехоты. Для игры в зимние сценарии этого дополнения используется дополнительное игровое поле «Зима-пустыня». Помимо этого, дополнение включает в себя две стопки новых тайлов местности и наборы новых жетонов. Новые тайлы представляют собой зимние версии уже привычных, к которым добавились несколько новых. Траншеи вынуждают отряд остановиться, а находящаяся в них техника не может сражаться. Ущелья вообще непроходимы для техники. Из болот гораздо сложнее выбраться, а замерзшие реки можно пересекать без моста, рискуя при этом, правда, провалиться под лед. Также в игру добавляются тайлы русских деревень и заводов и городские руины. Дополнение представляет зимние бункеры и противотанковые надолбы, поэтически именуемые «Гребень дракона». Естественно, не обошлось без специальных правил для советских войск. Например, приказы советским войскам отдаются через военного комиссара. Карта приказов, которую игрок планирует разыграть в следующем ходу, он кладет под соответствующий жетон. Также сценарий предполагает использование правил БЛИЦ-версии. В этом варианте правил немецкий командующий может использовать единичные карты, как авиаудар, а русские танки имеют на единицу меньшую дальность перемещения, таким образом усложняя игру за Советский Союз. На карте могут быть размещены минные поля. Отряд, угодивший на мину, переворачивает ее жетон и бросает столько кубиков, каково значение мины, чтобы подсчитать потери. Обезвредить минное поле может отряд инженеров. Также они игнорируют потерю кубиков от искусственных преград и могут убирать колючую проволоку, не тратя хода. Спецвойска в этом дополнении представлены финскими лыжниками, которые насчитывают по три фигурки в отряде, но гораздо быстрее перемещаются по снегу и ловко отступают. А также отрядами кавалерии, которые при успехе могут атаковать несколько раз подряд. Отдельного внимания в дополнении заслужили снайперы. Они представлены единственной фигуркой, которая тем не менее обладает большей маневренностью, радиусом стрельбы до пяти клеток и увеличенным шансом попадания по цели. Также войска Красной Армии могут быть награждены званием Герой Советского Союза. Дополнение Восточный фронт к игре Воспоминания о 44-м наконец-то добавляет в игру советские войска и позволяет воспроизвести за игровым столом такие известнейшие сценарии Второй мировой, как Клинский прорыв, Сталинградская битва и сражения на Курской дуге. Это настоящий подарок всем отечественным любителям данной настольной игры, да и просто интересное дополнение к ней. Продолжение следует...